Для средней школы номер 7 торжественная линейка по случаю окончания учебного года мероприятие особое, очень важное. На одной площадке перед стенами учебного заведения собираются все те, кто входит в состав многочисленной семерки. Школьники, их мудрые наставники-педагоги и, конечно же, родители, те, кто все 11 лет учебы подставляет свое плечо, помогая и оберегая. Я не успела прийти, у меня уже слезы на глазах, если честно. Музыка такая была просто волнительная, потому что это настолько волнующий для меня день. У меня одна дочка, для меня это самое святое в жизни, самое родное. Особенно волнителен этот этап для 11-классников. Не за горами взрослая жизнь, непростая, насыщенная, но очень интересная. В этом году в большое плавание 7-я школа отправляет 84 выпускника. Среди них победители областных и республиканских олимпиад по учебным предметам, талантливые артисты, художники, спортсмены. Все эти ребята – мечтатели, они верят в свою мечту и надеются, что все обязательно получится. Не знаю даже, как описать, то есть одновременно и радостно, и грустно. Как-то не знаешь дальше, как будет, как расстаться с ребятами, классного руководителя больше не увидеть. Очень хотелось бы стать врачом. Я постараюсь сделать все усилия для преодоления этой цели и желаю всем выпускникам, чтобы они поступили туда, когда хотели, сдали на отлично централизованное тестирование и не расстраивались из-за окончания школы, потому что открывается новая страница в жизни. Воспитание молодежи, создание инфраструктуры, которая позволила бы юношам и девушкам реализовать себя в полной мере – это то, к чему стремится современная система образования. Вклад колоссальный, не меньше и отдача. Я очень рад, что с каждым годом мы можем говорить о повышении качества нашего среднего образования. Для этого есть все основания. Это постоянное совершенствование материальной базы и, конечно, педагогические традиции, которые активно в Бресте продолжаются и внедряются в новые формы обучения. А то, что приоритет системы образования с точки зрения финансирования – это уже довольно известный факт. Но я хочу детализировать, опять же, на примере этой школы. По этому году в эту школу вкладывается порядка миллиона долларов. Два миллиона белорусских рублей. Здесь много составляющих. Это содержание, собственно, школы, заработная плата педагогам, совершенствование материальной базы. У нас таких школ в городе 50. Поэтому вы представляете, какие приоритеты бюджетные есть в городе. Каждый ученик городскому бюджету тоже обходится недешево. Тысяча четыреста пятьдесят рублей в год городской бюджет датирует учебу ученика. Здесь тоже много составляющих. Но это те инвестиции, это те деньги, которые всегда окупаются. И очень важно, чтобы ребята, получившие у нас в Бресте среднее образование, все-таки целью своей жизни ставили дальнейшую собореализацию во благо нашего города, во благо всей Брещины. Почетным гостем праздника стал мэр города Александр Рогачук. В своем обращении к молодежи председатель горосполкома особенно остановился на значимости седьмой школы в системе образования областного центра. Педагогический коллектив учреждения и администрация идут в ногу со временем, постоянно совершенствуя учебный процесс. Эта школа, не являясь гимназией, показывает просто образец той планки образовательного процесса, который сейчас соответствует современным вызовам. Школа первая приступила к изучению китайского языка как основного языка для школьника. То есть она видит перспективу. Школа, которая не увлекается сиюминутной конъюнктурой и не гоняется за какими-то лингвистическими пристрастиями. То есть есть у них 75% немецкого языка в объеме преподавания. Они держат эту планку и хорошие очень результаты. Словно звонкий колокольчик, прозвучал последний звонок. Позади остались интересные уроки и веселые перемены. Впереди большая, пока еще неизведанная дорога, по которой эти юноши и девушки должны пройти так же красиво и изящно, как и танцевальные шаги последнего школьного вальса. Я уже 23 года провожаю в путь детей, но каждый год как будто бы в первый раз. Поскольку вместе с выпуском уходит частичка души. Поскольку ты отдаешь то, что тебе очень ценно, дорого и веришь, что это приумножится, что твои дети превзойдут тебя. И я очень рада, что наши дети являются победителями республиканских олимпиад. Что наши дети достойные граждане, активные члены БРСМ, активно занимаются волонтерским движением. Среди выпускников столько звездочек, 84, а не каждая звезда. Верю, что их дело приумножит славу нашего города. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербантун, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.